Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя лекция посвящена такому интересному разделу современной молекулярной биологии и медицины, как протеомика. Эту лекцию для вас читает доцент кафедры медицинской биологии Доломатов Сергей Игоревич. Итак, давайте разберемся, что означает для нас с вами термин протеомика. То есть фактически это раздел молекулярной биологии, который посвящен изучению состава белка, а также анализу их функций и взаимодействия белков. Как вы уже поняли, объектом изучения, объектом работы науки протеомика являются белки, которые экспрессируются в данной клетке, ткани в организме в данный момент времени, в данных условиях. То есть уже с первых слов лекции вы догадались, что в принципе мы с вами еще раз вернемся к такому важному разделу молекулярной биологии, как биосинтез белка. Но только посмотрим на этот процесс несколько под иным ракурсом, а именно мы выясним, как собственно формируется вот это вот самое разнообразие белков, которое характерно для различных клеток, тканей и как оно может при участии каких процессов качественный и количественный состав белков в одной и той же клетке, в одной и той же ткани может меняться в зависимости от условий. Поэтому мы кратко с вами сформулируем, в чем же цели и задачи протеомики. Ну, глобальная цель протеомики – это установление и характеристика полного набора белков, как мы уже отмечали, данного организма, данной ткани в данных условиях. Собственно говоря, для того, чтобы решить эту главную задачу, мы перед собой ставим более конкретные задачи, в частности, как идентификация белков различных клеток, тканей и биологических сред организма, анализ структуры белка, выявление их функциональных характеристик, анализ взаимодействия белков, которые мы с вами рассматриваем, механизмы регуляции активности белков и изучение взаимодействия процессов между белками, а также выяснение специфики изменений протеома по сравнению с нормой в условиях патологии. Фактически, когда мы с вами обсуждаем белки, их разнообразие, то мы понимаем, что белок, как эффекторная молекула, в конечном счете предназначен для того, чтобы выполнять какую-то конкретную функцию. Функции – это самые общие пункты, касающиеся функции белков, но уже они указывают, насколько разнообразна, насколько неоднотипна роль белков в нашем с вами организме. Итак, мы с вами поставили перед собой цель, анализируя этапы биосинтеза белка, одновременно выяснить, а каким же образом формируется вот это разнообразие белков в клетках, в тканях, в организме. Но первым фактором, который определяет этот показатель, является показатель экспрессии генов. Вы прекрасно знаете, что в разных тканях нашего организма, в разных клетках работают разные гены. Ну, допустим, набор генов во всех клетках абсолютно одинаков, и тем не менее, вот эту самую книгу, записанную в молекуле ДНК, предположим, гепатоциты читают со страницы, ну, условно говоря, с 111 по 214. Скажем, кардиомиоциты читают, условно говоря, с 1 по 218. То есть, это означает, что экспрессия генов в разных тканях, показатель экспрессии генов в разных тканях существенно отличается. Это тканеспецифический показатель. Следовательно, и синтез белков будет существенно отличаться. Давайте с вами определимся. Во-первых, что такое экспрессия генов? На самом деле, это группа фундаментальных биохимических процессов, которые направлены на то, чтобы извлечь наследственную информацию, которая хранится в молекуле ДНК, и реализовать ее в виде конкретной эффекторной белковой молекулы, которая необходима клетке в данный момент времени в данных условиях. Мы, естественно, будем с вами говорить об эукариотических клетках. Я подчеркиваю это, потому что всем вам известно отличие организации молекулы ДНК и механизмов регуляции экспрессии генов между эукариотическими и прокариотическими клетками. Когда мы говорим об экспрессии генов, еще раз, вот перед вами поэтапно все события, которые приводят к момента извлечения информации из структурного гена в виде молекулы матричной РНК вплоть до момента образования белка, не просто белка, а функционально активного белка. Итак, давайте с вами примем за основу, что мы с вами говорим об эукариотических клетках, причем эта клетка находится в интерфазном состоянии. Это достаточно емкая характеристика, потому что вы знаете, что именно те участки, которые содержат экспрессируемые в данной клетке, в данной ткани гены во время интерфазы находятся в распакованном состоянии. Здесь нам нужно вспомнить еще один очень важный термин. Это нуклеосома, то есть структурно-функциональная единица хроматина. Вот что она из себя представляет. Здесь на этом рисунке она изображена в виде восьми молекул гистона, которые сочетаются с обвивающей их нитями молекулы ДНК. То есть вы видите, что на самом деле молекула ДНК связана с белками и в таком виде она не может быть использована клеткой именно в связи с извлечением из нее наследственной информации. Поэтому если в этом участке находится ген, который клетка должна экспрессировать, то вот эта структура, которую мы называем нуклеосома, должна быть каким-то образом демонтирована для того, чтобы клетка получила доступ к этой информации. Фактически то, что мы сейчас с вами будем обсуждать, а именно механизмы экспрессии генов в эукариотической клетке, можно объединить общим термином. Эпигенетические изменения хроматина. То есть это такие изменения, которые подразумевают вплоть до ковалентной модификации и гистонов, и молекулы ДНК. Но эта ковалентная модификация, то есть присоединение или отсоединение каких-то химических групп, не влияет на последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК. Итак, первую задачу мы с вами выяснили. Мы должны каким-то образом демонтировать нуклеосому. Зачем нам это нужно? Собственно говоря, вот видите, в этом треугольнике, где вершины и основания обозначены синими овалами, как раз и обозначены вот эти основные механизмы, которые мы называем эпигенетическими. Вот в левом нижнем углу это механизм, который называется модификация гистонов, который приводит к изменению экспрессии генов. Это не обязательная активация, это может быть и наоборот, репрессия гена. Модификация гистонов подразумевает под собой присоединение. Вот здесь вот эти вот цепочки, это последовательности остатков аминокислот, к которым присоединяются, либо отсоединяются какие-то небольшие химические группы. Вот в самом низу названы, какие группы могут быть использованы для модификации молекулы гистонов. Это метилрадикалы, то есть CH3-радикалы. Это убеквилирование. Это ацетилирование. Ну, что такое ацетилирование, вы понимаете, это присоединение карбоксигруппы или ее отсоединение. Фосфорилирование, цитрулирование. И на этой схеме указаны конкретные метки, конкретные аминокислоты H2A, H2B, H3 и H4 гистонов, которые могут быть подвержены вот этой самой ковалентной модификации. Зачем это нужно? А нужно это для того, чтобы вот эти вот белки, которые образуют ядро или кор нуклеосомы, были каким-то образом демонтированы. В этом случае взаимодействующая с ними молекула, участок молекулы ДНК становится свободен для транскрипции. Вот обратите внимание, вот с левой стороны этого рисунка вы видите последовательно расположенный ряд нуклеосом. А с правой стороны одна из нуклеосом подвергается вот этому самому демонтированию. То есть гистоновые белки, коровые белки разобщаются между собой, высвобождая определенный строго определенный участок, в котором содержится ген, интересующий в данный момент клетку. В частности, в качестве конкретного механизма предлагается ацетилирование гистонов. То есть для того, чтобы сделать ген доступным для транскрипции, нужно провести процесс ацетилирования, то есть присоединение карбоксирадикалов. И наоборот, вот внизу синяя стрелочка указывает в обратном направлении. Для того, чтобы опять сделать этот участок молекулы ДНК алертным, то есть недоступным для процесса транскрипции нужно подвергнуть его деацетилированию. Когда мы говорим с вами о ковалентной модификации гистонов, мы должны также понимать, что ковалентной модификации может подвергаться не только молекулы гистонов, то есть белков, которые участвуют в связи молекулы ДНК, но и сама молекула ДНК. То есть процессом метилирования подвергается и сама молекула ДНК. Это присоединение к азотистым основаниям CH3-радикала. Причем в данном случае мы с вами говорим о том, что, как правило, метилированию с той точки зрения, которая нас с вами интересует, подвергается участок гена, который называется промотор, от которого зависит взаимодействие гена с ДНК-зависимой РНК-полимеразой. В данном случае на верхней диаграмме мы видим, что участок промотора свободен от метильных радикалов. Это означает, что может свободно происходить процесс транскрипции гена. И наоборот, если произошла реакция метилирования в области промотора, это блокирует процесс транскрипции, следовательно, биосинтез белка делается невозможным. Здесь еще раз более наглядной схеме продемонстрирована эта мысль. То есть мы видим с левой стороны зеленый прямоугольник, промотор, свободный от метил радикалов. Следовательно, может свободно проходить процесс транскрипции, заложенной в данном конкретном гене информации. И наоборот, с правой стороны мы видим тот же самый прямоугольник красного цвета, к которому присоединены вот такие вот шарики тоже красного цвета. Это не что иное, как метил радикалы. И, собственно говоря, присоединение метил радикалов в зоне промотора делает процесс транскрипции невозможным. Следующий механизм, благодаря которому осуществляется процесс регуляции экспрессии генов, это некодирующие РНК. Вспомним о том, какие бывают РНК вообще. Формально к некодирующим РНК можно отнести и такие РНК, как транспортный и рибосомный РНК, которые, собственно говоря, не несут информации о первичной структуре белка. Собственно, в чистом виде кодирующей молекулы ДНК является только матричная РНК. Но вместе с тем к некодирующим молекулам РНК относятся так называемые регуляторные молекулы РНК. У них состоит задача, их сводится фактически к одному единственному событию, которое реализует, в частности, микро-РНК. Вот она, микро-РНК. Задача микро-РНК сводится к тому, чтобы она могла взаимодействовать с каким-то участком матричной РНК, либо на уровне транскрипции, либо на уровне трансляции, либо на уровне транскрипции с каким-то участком транскрибированного гена, останавливать процесс биосинтеза белка. Сюда также относятся к этой группе, к регуляторным молекулам РНК, относятся длинные некодирующие РНК, которые, предположительно, принимают участие во взаимодействии факторов транскрипции с строго специфическими участками ДНК. Итак, микро-РНК – это малые некодирующие молекулы. Ее средний размер составляет порядка 20 нуклеотидных остатков. Вот вы видите, синим цветом изображена молекула, ну, предположим, это кодирующая молекула РНК, а вот красным цветом к ней комплементарно присоединилась микро-РНК, которая меняет ее конформацию, делает недоступным для транскрипции всю информацию, заложенную в этой матричной РНК, и, более того, она способствует быстрой деградации образовавшейся молекулы матричной РНК. Фактически, это называется РНК-интерференция, когда интерференция – это, вы помните, что это такое, это наложение, то есть это механизм подавления экспрессии генов на стадии трансляции, либо нарушения транскрипции определенных генов. Вот здесь эта мысль представлена в такой форме. Вот в ядре произошел процесс созревания, образования зрелой матричной РНК, которую вы также иногда называете информационной, которая движется по направлению к рибосомам, находящейся на эндоплазматической сети, и как бы даже процесс трансляции инициируется и даже начинается, но в это время, вот здесь в скобочках, коротенький синий отрезок – это и есть микро-РНК, которая избирательно взаимодействует с определенным участком матричной РНК, фактически блокируя транскрипцию. Суммируя еще раз, вот она, пожалуйста, механизм тот же самый. Мало того, что молекула микро-РНК блокирует процесс трансляции, она еще ускоряет и разрушение матричной РНК, тем самым подавляя биосинтез белка. То есть, благодаря вот этим механизмам, которые мы с вами перечислили, то есть эпигенетическим системам контроля, а именно ковалентная модификация гистонов, ковалентная модификация промоутера гена, то есть самой молекулы ДНК и образования сигнальных микро-РНК, осуществляется регуляция экспрессии генов в данной ткани. Причем происходит этот процесс, может, точнее, вектор его направления может сильно меняться. Надо учитывать, что эти процессы достаточно пластичны, и их изменения под влиянием факторов внешней среды хорошо известны. Поэтому, собственно говоря, эти механизмы, которые мы только что с вами рассмотрели, можно рассматривать как одни из ключевых механизмов, которые изменяют экспрессию гена, а следовательно оказывают прямое влияние на белковый состав в данных клетках, в данных тканях, в зависимости от факторов внешней среды. Еще один механизм, который тоже направлен на, в конечном счете направлен на то, чтобы создать вот это вот разнообразие белков в тканях, это альтернативный сплайсинг. Термин сплайсинг вам уже хорошо знаком. То есть вы помните, что под сплайсингом мы понимаем вырезание интронов и сшивание экзонов. То есть это посттранскрипционный процессинг первичного транскрипта или про РНК. Подразумевая, конечно же, в первую очередь матричную РНК, то есть РНК, которая несет информацию о первичной структуре белка. А что же такое альтернативный сплайсинг? Альтернативный сплайсинг допускает тот факт, что изначально образовавшийся универсальный, единый для всех тканей про РНК или первичном транскрипте набор интронов и экзонов в разных тканях может меняться. Что это означает? Ну, это означает, во-первых, что данный процесс является тканеспецифическим. То есть набор интронов и экзонов в одной ткани представляет из себя один комплект, в другой ткани это другой комплект. То есть этот процесс, который позволяет на базе одного единственного структурного гена, как детский конструктор, формировать целую серию совершенно разных белков, которые отличаются не только по своей структуре, но и даже функциям. Вот перед вами один пример. Речь идет о хорошо известном вам белке паращитовидной железы кальциотонине, действия которого направлены на регуляцию минерального обмена в нашем организме. Но дело в том, что кальциотонин в паращитовидной железе формируется на том же самом, на базе того же самого гена, который в центральной нервной системе формирует нейропептид, действие которого связано с рецепцией обонятельных сигналов. Белки и по назначению, и по структуре очень сильно отличаются, хотя синтезируются они на одном и том же гене. Почему же это происходит? А происходит это потому, что существует явление альтернативного сплайсинга, в котором в щитовидной железе из набора экзонов используется 4 из 6 возможных, а в клетках головного мозга из набора экзонов используется 5 из 6 возможных. Благодаря этому происходит формирование белков, которые востребованы в данной конкретной ткани. Вот, пожалуйста, еще один пример. Это белок Аполипопротеин. Он необходим для того, чтобы транспортировать липиды в нашем с вами организме. Они создают основу так называемых липопротеинов. То есть это белки, которые предназначены для транспорта жирных кислот и холестерола в клетки и из клеток нашего организма. Белок отличается в зависимости от того, где он был синтезирован. Хотя синтезируются они на одном и том же гене. То есть ген Аполипопротеина в зависимости от того, где он локализован, может создавать совершенно разные белки. Если это эпителия кишечника, образуется Аполипопротеин B48. Если это гепатоциты, образуется тоже Аполипопротеин B100. Цифры, которые входят в название этого белка, отражают процент аминокислотных последовательностей в смысловом контенте гена, которые были использованы для построения белка. То есть в кишечнике используется всего-навсего 48% смысловых последовательностей, а в печени все 100%. Вот, пожалуйста, еще один пример, как конкретные ткани подстраивают под свои конкретные нужды информацию, которая содержится фактически в одном и том же гене. Пострансляционный процессинг. Давайте вспомним с вами, что это такое. То есть, строго говоря, ребята, моя задача была не в том, чтобы напомнить вам этапы биосинтеза белка, хотя и в самой этой задаче ничего плохого нет. Вы видите, что мы не придерживаемся четкого плана последовательности событий, которые приводят, в конечном счете, к появлению белка. Мы рассматриваем ключевые узловые точки, на которых формируется вот то самое разнообразие белков в клетках, в тканях, в организме. Итак, напомню, первое – это, собственно, экспрессия генов, все, что мы с вами называли эпигенетические механизмы. Второе – это альтернативный сплайсинг. Третье – это посттрансляционный процессинг. Давайте мы напомним с вами, что такое посттрансляционный процессинг. То есть посттрансляционный – это означает, что следующий сразу за процессом трансляции. То есть воссоздание первичной структуры белка на рибосоме. Но первичная структура белка не обеспечивает функциональной активности белка. Для того, чтобы белок был функционально активен, он должен приобрести и вторичную, и третичную, и, если понадобится, то и четвертичную структуру. Только в этом случае он может быть использован в клетке ради какой-то функции. Что мы понимаем под посттрансляционным процессингом? Ну, во-первых, это отщепление сигнального участка пептида. То есть тот, который соответствует старткодону, а именно метионину. Вы помните, да? Все белки начинаются именно с этого кадона, именно с этой аминокислоты. Но она нужна не всем, поэтому ее отщепляют. Следующий этап – это фолдинг, то есть складывание. Значит, этот процесс происходит в эндоплазматической сети. И о нем мы с вами подробно поговорим. Химическая модификация. Что это такое? Это присоединение каких-то других небелковых групп. Это может быть гидроксилирование, гликозилирование, присоединение липидов. То есть образование достаточно сложных надбелковых молекул. Или присоединение простатических групп, как, например, у молекулы гемоглобина. Это может быть объединение вновь синтезированных белков в какие-то сложные полимерные структуры или олигомерные. То есть синтезируется не полноценный белок, а какой-то его фрагмент. А потом эти фрагменты взаимодействуют между собой, образуя сложную структуру, которая способна выполнять достаточно сложные физиологические функции. Давайте теперь посмотрим, как эти все процессы, которые мы только что перечислили, влияют на разнообразие белков. Итак, первое – это фолдинг. Фолдинг – это этап, который очень сложно обойти белку. То есть это именно тот случай, когда в результате укладки образуется пространственная структура будущего белка. Одним из ключевых игроков этапа, который мы называем фолдинг, являются белки шапероны. Чаще всего это белок теплового шока. Вот что значит фолдинг. Вот исходная точка. Итак, вы видите в верхнем участке данного рисунка рибосому, на которой образовалась вот эта вот нитевидная зеленая структура – белок. Формально шаперон представляет из себя некое клише, в которое, взаимодействуя с образовавшейся нитевидной структурой, обеспечивает ее укладку. В результате чего образуется правильно уложенный белок. Если же укладка произошла каким-то по неверному, не устраивающему клетку сценарию, то такой белок может гидролизоваться. То есть фактически шаперон – это, проще говоря, некая литейная форма. В нее заливается вновь синтезированная нить пептида, придается форма, и именно такая форма белка устраивает клетку для того, чтобы этот белок мог выполнять какую-то функцию. Ковалентная модификация. То есть ковалентная модификация – очень широкое понятие. Мы только что сталкивались с понятием ковалентной модификации белков, которые формируют ядро нуклеосомы, то есть коровых гистонов. То есть присоединение к ним каким-то химических групп. Мы говорили о ковалентной модификации молекулы ДНК, которые присоединялись к метилрадикалы. В данном случае речь идет об универсальном понятии ковалентной модификации белков, то есть присоединения химических групп, которые могут присоединяться к данному белку и которые необходимы для того, чтобы в конечном счете белок выполнял какую-то свою функцию. То есть это может быть фосфорилирование, ацетилирование, формилирование, гликозилирование, нитрование, гидроксилирование, метилирование и так далее, юдирование. То есть все эти возможные опции мы объединяем общим термином ковалентная модификация. Ну, например, мы говорим с вами о гликопротеинах, то есть это результат ковалентной связи белка и углеводного компонента. Значит, здесь в качестве углевода очень часто присоединяется гетерополисахарид, ну, например, сиаловая кислота. Наиболее известные гликопротеины это интерфероны и иммуноглобулины, для которых наличие углеводного компонента является ключевым условием выполнения своей собственной функции. Также речь идет о фосфорилировании. Ну, фосфорилирование – это очень разнообразное количество всевозможных ситуаций. Присоединение фосфатной группы, как правило, происходит в результате расщепления АТФ. Фосфорилирование – это и придача какой-то особой конформации белковой молекулы. Это ее активация, которая делает функционально активным или, наоборот, неактивным белок. Особенно часто это относится к ферментам. Процесс фосфорилирования белков осуществляет особая группа ферментов, которые называются протеин киназы. Процесс метилирования. Вот, пожалуйста, еще один раз мы с вами посмотрим на нуклеосому. Вот коровые белки, которые могут присоединяться. Ну, чаще всего мы говорим, конечно, о метилировании, о ацетилировании гистонов. Но присоединяться может очень большое количество химических групп. К чему это приводит? А это приводит к тому, что, как мы уже с вами выяснили, что вот это ядро, которое образует гистоны, либо сохраняет свою прочность и монолитность, либо, наоборот, демонтируется, и это приводит к доступности молекулы ДНК. Вариантов, которые могут ковалентно изменять эти гистоны, большое количество. В результате всего-навсего 4 белковые молекулы могут давать более сотни всевозможных вариантов в результате вот этой самой ковалентной модификации. Процессы эти контролируются специальными ферментами, ядерными метилтрансферазами, ацетилазами или деацетилазами. Протеолиз. Звучит как бы сурово, да? То есть протеолиз, мы понимаем, что такое протеолиз. Протеолиз – это расщепление белка. Но дело в том, что речь идет не о тотальном протеолизе, когда белок разлагается полностью на аминокислоты, а о точечном, ограниченном протеолизе, когда из вновь синтезированной молекулы выделяется какой-то отдельный фрагмент, который мешает, препятствует активности молекулы белка. И этот процесс точечного ограниченного протеолиза приводит к появлению физиологически активной формы белка. Очень часто именно этот процесс активации белковых молекул мы наблюдаем у ферментов и гормонов. То есть предшественник фермента или предшественник гормона – это профермент или прогормон, который под действием протеолитических ферментов или аутолиза образует в конечном счете функционально активную молекулу. Теперь мы с вами понимаем, что ферменты протеиназа, которые расщепляют белок, они предназначены не только для процессов пищеварения, они участвуют в регуляции огромного количества физиологических функций. Это и регуляция агрегатного состояния крови. Это и программируемая гибель клеток. Это активация гормонов. И активация или инактивация ферментов. Вот перед нами конкретная схема, как происходит образование физиологически активного белкового гормона инсулярного аппарата поджелудочной железы – инсулина. То есть вот в клетке синтезируется пептидная молекула, которая имеет характерную для завершающего этапа трансляции нитевидную структуру. Для того, чтобы эта молекула приобрела какие-то свои характерные для нее физиологические свойства, с ней должно произойти несколько событий. Это ее укладка и точечный протеолиз. Точечный протеолиз подразумевает вырезание некоторых фрагментов, которые в принципе клетке не нужны. Вот светло-желтым и коричневатым цветом обозначены фрагменты молекулы, которые необходимы для выполнения ее физиологических функций. А зеленым и темно-серым цветом обозначены те участки молекулы, которые должны быть вырезаны. Кроме того, вот эти два пространственно разрозненных между собой участка, которые должны выполнять физиологическую функцию, должны быть между собой объединены за счет дисульфидных мостиков. В результате образуется сначала молекула, которая после отщепления сигнального пептида образуется в молекула, которая содержит пока еще фрагмент, мешающий будущей белковой молекуле выполнять свои функции. Это так называемый цепептид. И только после устранения точечного протеолиза, который вырезает эту молекулу, этот фрагмент молекулы, образуется тот самый знакомый для нас инсулин, который способен выполнять свою функцию. Вот еще один пример точечного протеолиза, который необходим для образования физиологически активных молекул гормонов. В центральной нервной системе в гипофизе образуется гигантская молекула, которая включает в себя около 300 аминокислотных остатков. Это проопиомиланокартин. Так и называется. Проопиомиланокартин. А потом вот эта вот крупная молекула под действием точечного протеолиза расщепляется на три основных сигнальной молекулы. Это эндорфины. Ну, что такое эндорфины, вы знаете. Это наши с вами эндогенные анестетики. Кортикотропный гормон и меланоцид, стимулирующий гормон. На базе одного структурного гена образуются три регуляторных молекулы, которые имеют совершенно разное назначение. Вот, пожалуйста, еще вам примеры, когда точечный протеолиз приводит к образованию функционально-физиологически активного белка. На этот раз мы с вами рассмотрим протеолитические ферменты, то есть зимогены. Трипсиноген – предшественник трепсина за счет аутокаталитических реакций, то есть благодаря собственным каталитическим центром сам от себя отщепляет небольшой фрагмент, превращаясь из физиологически неактивного фермента в функционально активный. То же самое мы наблюдаем и по отношению к химотрепсину, и по отношению к эластазе, но только в активации этих ферментов уже участвует фермент трепсин. Постараемся каким-то образом систематизировать все, что мы с вами сказали. Итак, причины полиморфизма белков. В конечном счете, ребята, мы с вами не должны терять из виду главную цель, а рассматривать, каким образом получается так, что количество структурных генов в нашем с вами организме на порядке меньше, чем количество специфических белков, которые известны в наших тканях. Итак, фактически можно систематизировать только что сказанные, только что приведенные факты представить в виде нескольких уровней. Наиболее высший уровень – это генный уровень. То есть это факторы, которые связаны с особенностями нашего генома. а именно – это полиаллелизм, полилокусность, то есть существование аллельных генов и родственных генов. Следующий уровень – это этап извлечения информации, тот этап, который мы с вами обозначили как альтернативный сплайсинг, когда на базе одного гена синтезируется разное по своей структуре и функции белки. Чтобы вы понимали, альтернативный сплайсинг – это не экзотика. По оценке разных авторов количество генов, то есть удельный вес генов, для которых характерен альтернативный сплайсинг составляет от 20 до 90% нашего с вами генома. И, наконец, только что мы с вами закончили разговор конкретный о посттрансляционном этапе биосинтеза белка, который включает и ограниченный протеолиз, и образование ковалентных модификации присоединения химических групп и образование олигомеров. Подробно поговорим с вами о генетических причинах полиморфизма. То, что мы с вами говорили о экспрессии гена, обсуждая механизмы экспрессии, мы не затрагивали качество самого гена, а об этом стоит поговорить. Итак, биохимический полиморфизм, разнообразие белков на уровне самого структурного гена связаны с тем, что существуют аллельные гены, существуют родственные гены, но аллельные гены – это просто. Например, человек по генотипу гетерозигота. Это означает, что в его генотипе одновременно присутствуют два разных гена. Вот, пожалуйста, вот одна хромосома от матери, вот вторая хромосома от отца. Это гомологичные хромосомы. Материнская хромосома содержит доминантный ген А и отцовская хромосома содержит тоже доминантный ген А. Значит, белки в этом случае будут синтезироваться абсолютно одинаковые. Но, посмотрите, вот возьмем ген Б. Это отцовская хромосома содержит доминантную аллель, а материнская – рецессивную. Значит, и белки, которые будут синтезироваться на базе этих генов, тоже будут разными. Классический пример, который вам хорошо известен из пройденного нами курса генетики. Гетерозигота по гену серповидно-клеточной анемии. То есть, с одной стороны, доминантный ген, нормальный, отвечает за синтез нормального гемоглобина, поэтому этот человек не страдает от гипоксии. У этого человека не развивается серповидно-клеточная анемия. С другой стороны, в генетипе этого же самого человека присутствует ген серповидно-клеточной анемии и синтезируется серповидно-клеточный гемоглобин, который делает этого человека устойчивым к воздействию малярийного плазмодия. Вот, пожалуйста, как работают аллельные гены. Или еще один пример. Когда мы с вами рассматривали систему группу крови, вот, пожалуйста, этот пример. Мы говорили, что у человека с четвертой группой крови одновременно присутствует и антиген А, и антиген Б. Это человек гетерозигота. Значит, у него присутствует ген ИА и ген ИБ. Ген А отвечает за фермент функционально активный, фермент гликозилтрансферазу А, а ген Б отвечает за синтез функционально активного фермента гликозилтрансферазу Б. Но это разные белки, которые в конечном счете и приводят, соответственно, к появлению антигена А и антигена Б. Вот что значит родственные белки. На примере хоксгенов. Вот перед нами четыре хромосомы, выстроенные в линию. Это хромосомы мыши, но у человека эта картина выглядит ровно так же. Хоксгены – это гены, которые выполняют ключевую роль в процессах эмбрионального развития и репарации тканей. То есть, проще говоря, это ключевые регуляторы морфогенеза у человека. У беспозвоночных эти гены локализованы в одной хромосоме и представлены ровно тем же самым набором. А посмотрите, что произошло у млекопитающих. Они присутствуют одновременно в четырех хромосомах. Это не аллельные гены между собой, но это копии на самом деле одних и тех же генов. Некоторые копии у человека сохранились фактически полностью с первого по тринадцатый ген, а в некоторых хромосомах они частично выпали. Вы видите, да? То есть, каждый из этих генов отвечает за синтез белка. Свойство этого белка сложное. Эти белки в подавляющем своем большинстве являются факторами транскрипции. То есть, они контролируют активность каких-то других генов, целой сети генов. Но это не аллельные гены. И появление вот этих копий в негомологичных хромосомах привело к тому, что теперь синтезируются белки не только в одном единственном локусе на одной единственной хромосоме, но и в разных хромосомах. Да, пока что эти гены характеризуются высокой степенью консервативности, но мы знаем случаи, когда вот эти самые родственные гены, входящие в состав одного семейства, именно так это называется, или класса, то есть родственные так или иначе гены эволюционировали по-своему. И несмотря на то, что они произошли в результате амплификации, то есть умножения какого-то некоего общего гена предка, они теперь отвечают за синтез разных белков. Ну, например, наш с вами гормон роста. В результате амплификации появились копии, расположенные совершенно в других хромосомах и отвечающие за совершенно другие функции. Ну, например, ген хорионический лактоген, который произошел от гена гормона роста, но находится в совершенно другом локусе и выполняет совершенно другую функцию. Мы с вами фактически говорим об изобелках, разнообразных белках и это разнообразие определяется, детерминируется разнообразием генов, которые кодируют эту информацию. На протяжении онтогенеза эти гены могут сменять один другой. Ну, например, зачем это нужно? То есть, когда мы говорим о разнообразии белков, мы тем самым подчеркиваем, что биологическим значением полиморфизма белков является создание функционально связанных, но разных построений белковых ансамблей, которые выполняют строго определенную функцию в разных тканях и органах многоклеточного организма. То есть, когда мы говорим о разнообразии белков и их роли не только в физиологических процессах, но и при патологии, соответственно, мы должны знать с вами белковый состав клеток и тканей в норме и как это показатель его динамика изменяется в условиях патологии. Диагностическое значение белков необычайно высоко. Еще раз напомним, какие функции могут выполнять только белки и плазмы крови. Мы говорим сейчас только о белках плазмы крови. То есть, на самом деле затрагиваются совершенно разные гомеостатические механизмы, совершенно разные функции, нарушения которых безусловно могут привести к очень серьезным патологическим изменениям. Вот эта картина сама по себе не требует никаких дополнительных комментариев для того, чтобы понять, каково диагностическое значение белков. А если диагностическое значение белков высоко, значит, мы должны с вами обладать набором методов, которые бы позволили с большой степенью достоверности установить изменения не просто общего количества белка, а данного конкретного белка, его появления или его отсутствия, и даже изменения в сторону увеличения или уменьшения с большой точностью. Вы понимаете, что эту задачу усложняет тот факт, что мы всегда имеем дело с большим набором белков. И в этом необычайно богатом ансамбле белков мы должны выделить тот самый конкретный, который нас интересует в данных условиях и в данном биологическом материале. Именно в этом направлении и движутся современные методы определения белков по своей значимости, по своей специфичности, разрешающим способностям. На первое место, пожалуй, следует поставить метод масс-спектрометрии, а конкретно МАЛДИ, методика МАЛДИ. Значит, метод этот появился относительно недавно, буквально чуть больше десятилетия назад, но уже очень широко используется в диагностике. Суть его заключается в том, что на некую подложку наносится проба, биологическая проба, которая подлежит излучению. Под действием высокоэнергетического лазерного излучения, вот луч падает на подложку, происходит ионизация этой молекулы, и она приобретает способность плюс к этому экзогенной реакции, которая протекает в самой подложке, происходит разделение различной фракции белка в вакууме. То есть, все эти манипуляции с накачкой энергии необходимы, потому что на самом деле белки это не летучие молекулы. И для того, чтобы придать им энергию, для того, чтобы как-то их разделить, нужно именно придать им энергию и лазерного излучения, и экзотермических реакций самой подложки. Собственно говоря, эффект разделения белков строится на том, что каждый белок имеет свой индивидуальный вес и заряд. Благодаря этому белки разделяются в вакууме, взаимодействуют с детектируемой зоной, и таким образом можно с очень большой точностью и достаточно быстро выяснить интересующий нас белок. Присутствует он в данной биологической пробе или нет. Вот перед вами более схематизированный механизм этого процесса. Лазерный луч освещает подложку, на которой располагается наша проба. Происходит ионизация в частности белковых молекул. В зависимости от их размера и заряда их время взаимодействия детектором отличается, этот факт фиксируется и проводится анализ не просто общего количества белка, а выявляется данный конкретный индивидуальный белок. Еще один механизм, который тоже вам известен, это высокоэффективная жидкостная хроматография. То, что вы видите здесь на картинке, конечно же, не соответствует истинному устройству прибора. Здесь указан только принцип, то есть хроматографическая колонка. Принцип заключается в том, что заполнив хроматографическую колонку определенным гелем, который является фактически разделяющей средой и нанеся на нее смесь интересующих нас компонентов, мы можем в зависимости от того, насколько быстро тот или иной компонент проходит эту зону, разделить их на отдельные фракции. То есть вы видите, что вот на этой, допустим, на этом рисунке вы видите, что фракции слиты вместе, но постепенно происходит их разделение, вот, и можно выделить отдельную фракцию и определить ее. Ну, конечно, чаще всего это делается не с целью выделения отдельной фракции, а с целью ее детекции. То есть именно так и можно установить интересующую белковую, интересующую нас белковую фракцию. Еще одно направление это моноклональные антитела. То есть моноклональные антитела являются продуктом синтеза одной антитела продуцирующей клетки, либо ее потомков, а именно клонов, которые образовались в результате деления этой клетки. Почему нас именно интересуют моноклональные антитела? Потому что они позволяют получить, потому что этот метод позволяет получить антитела к данному конкретному интересующему нас белку. И с очень большой точностью определить наличие этого белка в биологической пробе. вот перед нами иммуно-цитохимическое окрашивание. То есть этот метод позволяет не просто установить белок в живой клетке, но даже установить его локализацию. В данном случае белок это моноклональное антитело, антитело было снабжено еще флуоресцентной меткой, для того, чтобы визуализировать локализацию белка, который нас интересует. На самом деле область применения моноклональных антител необычайно широко. Значит его используют для определения конкретных маркерных белков, для диагностики опухоли, их локализации, анализа сложных патологических процессов. Например, анализа патологического течения беременности. Он используется как один из важнейших инструментов в таких методах анализа, как иммуноферментный и радиоиммунный. То есть на самом деле это широчайший спектр диагностических процедур, который построен на выявлении данного конкретного интересующего нас белка. Электрофорез. Значит когда мы говорим об электрофорезе, мы не можем назвать его суперсовременным, потому что метод очень широко использовался и в исследовательской, и в диагностической практике еще с середины прошлого века. Но именно с точки зрения анализа полиморфизма белков, электрофоретическое их разделение, точнее электрофорез белков в полиакриламидном геле сделал очень большой вклад. Дело в том, что первоначальным направлением этой проблемы, то есть анализа полиморфизма белков, был анализ полиморфизма белков ферментов. Фермент это достаточно крупная молекула, его можно вполне надежно выделить вплоть до индивидуальной фракции белка с помощью электрофореза, окрасить и таким образом идентифицировать, сделая вывод не просто о наличии белка, но и определив его количество. Иммуноферментный анализ. Он активно использует в своей методике моноклональные антитела. Иммуноферментный анализ применяется не только для применения для анализа белков. Нас в первую очередь сейчас интересует именно это. Он в том числе и органических молекул небелкового происхождения, например, тиреоидные гормоны, стероидные гормоны. Но очень широко он используется как раз именно для определения белков. Это и белковые гормоны, это и регуляторные белковые молекулы, это и всевозможные антитела к различным патогенным микроорганизмам, ну и так далее. То есть метод нас в настоящее время получил необычайно широкое распространение, он достаточно прост, не требует привлечения какого-то высококвалифицированного персонала, по цене комплексы для иммуноферментного анализа вполне доступны, не имея таких жестких ограничений по санитарным нормам, как радиоиммунный анализ, поэтому все эти положительные стороны активно используются для широкого внедрения его в современную медицину. Вестерн-блот анализ фактически это метод, который составляет из себя своего рода гибрид из полиакрил, разделения белков в полиакрил амидном геле и иммуноферментного или радиоиммунного анализа. То есть первоначально белковые фракции разделяются в полиакриламидном геле, потом разделенные фракции переносятся на специальную мембрану, вот видите их, да, в виде отпечатка, а потом уже вот именно этот отпечаток на специальной мембране и является объектом для следующего этапа, который использует, ну, например, иммуноферментный анализ. Поскольку белки представляют из себя необычайно огромную группу органических веществ, биополимеров, вот, выполняя разные функции, обладая разной структурой, то и информация о белках имеет крайне важное диагностическое значение, то вся эта информация, так же, как и сведения о наших генах, систематизируется в неких базах данных, которые предназначены как раз именно для хранения и оперативного доступа к ним различных исследовательских лабораторий. По данным Российской научно-исследовательской института медицинской генетики, вот здесь вот на этих на этом слайде перечислены одни наиболее авторитетных и востребованных баз данных, содержащих сведения о белке. В качестве примера выберем допустим базу Uniprod. Uniprod консорциум, то есть это на самом деле очень авторитетная база данных, организаторами которого являются Европейский институт биоинформатики, Швейцарский институт биоинформатики и Белковый информационный ресурс. База которая располагает серверная которая располагает данный конкретный ресурс располагается как в Англии так и в Швейцарии. Вот перед вами скан этого ресурса. Ну давайте посмотрим как это работает. Вот вы видите да я забил в поисковой строке название белка транстеретин. Что такое транстеретин? Это тероксин связывающий глобулин. Основная функция которого сводится к тому чтобы транспортировать тиреоидные гормоны тероксины и тиранин тканям. Мы нажимаем поиск и вот пожалуйста нам высвечивает целый ряд белковых молекул транстеретина. В данном случае речь идет о том что нам нужен именно гомо сапиенс сапиенс. Вот видите организм и приведены различные биологические виды которые могут содержать этот белок. Поэтому мы с вами сначала выбираем белок а потом указываем интересующий нас биологический вид. Ну например гомо сапиенс сапиенс. Вот информация о том какие функции выполняет в норме транстеретин в организме хомо сапиенс сапиенс. Здесь четко и ясно сказано что это тероксин связывающий гормон который возможно участвует в транспорте этих гормонов в головной мозг ну и здесь подробно указаны более-менее подробно указаны его функции. Здесь вы видите патофизиологическое значение транстеретина. То есть в каких случаях вот этот самый транстеретин мы будем использовать как диагностический маркер если у человека развиваются какие-то патологические изменения. они ниже перечислены все возможные варианты этого белка и указаны как они были получены. Здесь речь идет о замене. Вот цитозин был заменен на другую аминокислоту. Все эти формы активны. Вы можете нажать на каждую из этих позиций и посмотреть характеристику данной конкретной формы белка. Вот они здесь перед вами представлены. Это не полный перечень, но моя задача просто проиллюстрировать как пользоваться данной конкретной системой. Именно Uniprod я рекомендую вам использовать, потому что она для студентов наиболее понятна и доступна. Дело в том, что вам для успешного завершения курса понадобится собственный доклад. То есть вероятнее всего доклад будут делать не отдельные студенты, а группа студентов по данной конкретной теме, в частности по протеомике. Вот из того, что я вам только что рассказал, вы выбираете интересующую вас тему и ищите сведения об этой теме в базе данных, но теперь уже не белков, а литературы. Рекомендую вам пользоваться базой данной PubMed. вот вы заводите в поисковую строку Enter PubMed, выходите, в гугле вам указывают ее домашнюю страницу, вы ее включаете, выходите на домашнюю страницу и вводите в поисковую строку интересующий вас белок. Я советую пользоваться не просто статьями, а именно обзорами, потому что именно они чаще всего бывают в свободном доступе. Вот, пожалуйста, вам вот это вот сведение как раз о том, что вот данная конкретная статья, которую вы выбрали, находится в свободном доступе. Free PMC Article. Ну, вы можете просмотреть, поисковик вам выдает огромное количество информации, то есть вы вправе просмотреть полностью все, что соответствует выбранному вами регламенту и подобрать литературу, необходимую для доклада. Значит, дело в том, что статьи, которые вы будете пользоваться, очень часто, да, вот, кстати, эта статья, следом вы выходите в ее реферат, внизу имеется сведение о том, где эта статья была процитирована и какие из этих цитирующих ее статей тоже имеются в свободном доступе. Нажимаете на клавишу Full Text и выходите на полный текст данной статьи. Обзорные статьи, как правило, содержат большое количество рисунков, графиков, схем, таблиц, которые вы можете использовать для того, чтобы сделать вашу презентацию насыщенной, образной, ну, проще говоря, содержательной. вот я наугад из только что рассматриваемой статьи выбрал вариации структурной организации молекулы транс-тиритина с подписями все, что вас интересует. Единственное только условие. Когда вы будете использовать эти рисунки, я уверен, что даже несмотря на то, что многие из них запрещены скопирование, вы найдете способ, как это сделать, я прошу, чтобы слайды, которые вы будете использовать в презентации, соответствовали указанной схеме. То есть, вот некое условное название слайда. А потом вы обязательно указываете автора, первого автора этой статьи именно по такой форме, как здесь это приведено. То есть, М.К. Ричардсон Эт. Ау, ну, понятно, что соавторы, запятая и год публикации, которая вами была использована. Я взял этот слайд совершенно условно. Вот, даже законы зародышевого сходства в современной науке подвергаются ревизии. Вот, то есть, это не, как вам сказать, не скрижали Соломона, вырезаны не на века, взгляды на развитие меняются, и поэтому тоже может быть предметом доклада, если это имеет отношение к генам и разнообразием белков. Я только хочу сказать вам, что, когда вы будете проводить поиск, вот посмотрите, вверху здесь, в верхней строке, ну, здесь понятно, вот этими семенными буквами это авторы статьи, это ее название, а вот это вот ее библиографические данные, то есть, название журнала, год журнала, это том, месяц не нужен, это том, в данном случае том 14, в скобках взяты номер или выпуск, они бывают не всегда, а вот через двоеточие указаны страницы, то есть, страница 321-330, и еще, вот этот индекс, так называемый дои, он для вас очень важен, то есть, вы можете искать статью, имея на руках вот только этот индекс, забивая его в поисковые системы, которые вам удобно пользоваться, вот, для того, чтобы не использовать полностью все название статьи, выходные данные, включая авторов, и так далее, то есть, это самый достаточный индекс, и его обязательно нужно указывать, когда потом, в конце своего доклада, вы будете готовить список литературы, список литературы вы оформляете по известному вам ГОСТу, так, спасибо за внимание, я понимаю, что тема непростая, я старался ее сделать максимально наглядной и доступной для понимания, будет что-то непонятно, обращайтесь, спрашивайте, будьте здоровы!